МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте сегодня в эфире. В преддверии парламентских выборов на декабрь 2023 года Национального собрания в Западной Армении 3-го созыва. Цены Западной Армении Арам Степанян. Вопросы армян в Западной Армении. Баку предъявил обвинение жителю Арцаха Мадату Бабаяна. Садокладчики ПАСЕ посетят Восточную Армению с мониторинговым визитом. Так называемые анклавы, которые явно незаконно пытаются сдать Баку, имеют ключевое военное значение. Политика Баку не нова, она повсюду. Рафик Куртушан. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидат в депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года. С просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которую они разворачивают для усиления государства Армения, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании 15 ноября 2023 года. Наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, подавших заявку на депутата. Эдуард Абрамян. Кандидат депутаты национального собрания Западной Армении 3 созыва. Нунэ Басилян – кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Партан Заринекян – кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Заруи Хачатрян – кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Санвел Гаспарян – кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Рубен Давтян – кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по указанной ссылке. Арам Степанян родился 4 января 1995 года. Учился на факультете военной медицины Медицинского университета. В выборе профессии Арам определился в раннем возрасте. Стать окулистом и вылечить деда. Затем он начал изучать биологию и химию. В 2013 году поступил на военный медицинский факультет ЕГМУ. Дед отца Арама был фельдшером. Родные очень обрадовались решению Арама стать врачом. В июле 2019 года Арама призывает в армию. Проучившись 6 лет в медицинском университете, Министерство обороны направляет Арама в Ереван на двухмесячную переподготовку. Вернувшись в Арцах, Арам сообщает дяде, что поднимается на позиции. В 9-м обородителем районе Джиракана Арам служит санинструктором роты. Далее фельдшером сентября продолжает службу в разведывательном взводе. 2 октября 2020 года начался артиллерийский обстрел. Был отдан приказ об отступлении. Стрелковый батальон начал отступать. Арам продолжал оказывать помощь раненым. Арам погиб с ночь со 2 на 3 октября 2020 года. В результате удара беспилотника по дороге с позиции Нюсгард Джиракана на позицию Наринджнер. В тот же день погибли еще 5 солдат взвода. Тело Арама было идентифицировано по ДНК. В последний раз 25-летнего врача на позициях Джиракана встретил раненый волонтер Погос. По словам Погоса, Арам спас ему жизнь, перевязав и обезболив. Он помнит, как Арам сказал, чтобы его перевезли вместе с другими ранеными, несколько раз громко повторяя свое имя. Я врач из Арташатта Арам. По возвращению в Армению Погос пытался разыскать Арама. В больнице перед очередной операцией случайно узнает, что Арам погиб. В дальнейшем Погос разыскал семью Арама, рассказал, что именно Арам спас ему жизнь. 29 августа 2021 года из морга Сэйвана семье сообщили, что ДНК совпал. Тело доктора Арама Степаняна 10 месяцев находилось в морге Сэйвана. Все это время Арама искали среди пропавших без вести и пленных. Семья обратилась в Красный Крест трижды, сдав ДНК. 2 сентября 2021 года Арама Степаняна похоронили в военном поддоне Иераплюж. Врач Арам Степанян посмертно награжден медалью за боевую службу Арцаха. Вечная слава павшим в бою героям. При изучении вопроса армян Западной Армении ценными фактами можно считать статьи нескольких изданий Грузии с 1914 по 1920 года. Грузинские журналисты и публицисты в статьях и сообщениях выражают солидарность, сострадание и всеобщее соболезнование армянскому народу. Хотя встречаются и другие настроения. Журнал КЛД отмечает. Армяне, депортированные с родины, потерявшие дома, должны быть полностью уверены, что мы хорошо понимаем их тяжелое положение и сочувствуем душой и сердцем. В статье «Жизнь армян в Западной Армении» от 10 января 1914 года газеты Сахалхо Кадзетти пишется, что вопрос реформ не определен. Османское правительство продолжает вести двойную политику, говоря, что в некоторых провинциях начались беспорядки. Уже 1 февраля Сахалхо Кадзетти пишет, что армяне не участвуют в парламентских выборах. Члены армянской партии требуют от османского правительства реформ. Только после этого, говорят они, мы возобновим переговоры и примем участие в выборах. На этом фоне османские газеты Константинополя публикуют провокационные статьи, которые еще больше волнуют народ. Сахалхо Кадзетти пишет, что по их источникам в Константинополе бойкот против христианских купцов усиливается. Их продукцию обливают нефтью. По этой причине греческие и армянские купцы планируют аннулировать договоры, заключенные с владельцами завода в Европе. По их мнению, османы хотят, чтобы христианы покинули Османскую империю. В Константинополе Джемал Паша назначен министром военно-морского флота. Армянский патриарх получил от епископа Баязета следующую информацию. В нескольких часах езды от города идут ожесточенные бои. В правительственном отряде всего 240 солдат. Курды хорошо вооружены, у них даже имеются пулеметы в городе, беспорядок. Христиане укрылись в церквях, спасите нас. Сложность ситуации ощущает и правительство, выступив с официальным заявлением, в котором говорится, что движение курдов направлено против правительства и христиан. Как видим в статьях, турецкое правительство не только отказывается проводить реформы в Западной Армении, но и на государственном уровне сеет вражду к армянскому населению. Баку предъявил обвинение в участии в так называемом Ходжалинском геноциде жителю села Гетаван Арцаха Мадату Бабаяну. Об этом 2 ноября сообщается в сообщении Службы государственной безопасности Баку. Бабаян считался без вести пропавшим с 19 сентября 2023 года во время нападения Азербайджана на Арцах. 9 октября Мадат Бабаян связался с родственником в Армении, сообщив, что находится в Баку. Служба госбезопасности Баку сообщает, что Бабаян признал вину и предоставил подробную информацию о случившемся. Садокладчики парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу выполнения Армении обязательств Киммо Кильюнен, Финляндия и Боряна Аберг, Швеция, 6 и 8 ноября посетят Армению с мониторинговым визитом. В Ереване садокладчики встретятся с премьер-министром, министром юстиции и внутренних дел, а также депутатами Национального собрания. Запланированы переговоры с председателями Конституционного суда и представителями судебной власти, комиссии по предотвращению коррупции, Центральной избирательной комиссии и Национальной комиссии по телевидению и радио. Садокладчики также отправятся в Ерасх, где встретятся с представителями местных властей и вынужденными переселенцами из Арцаха. Бывший министр юстиции Республики Армения Гевор Даниилян пишет, Так называемые анклавы, которые явно незаконно пытаются сдать азербайджанцам, имеют ключевое военное значение. По крайней мере, на данном этапе они нужны не для того, чтобы заселять людей, а для того, чтобы обеспечить выгодные военные опорные пункты. Территория государства определяется не научно-популярными энциклопедиями и другими доктринальными или любительскими источниками, а нормативными правовыми документами, согласно чего могли быть сданы после определенных измерений только за эквивалентную территорию, что не было сделано вовремя. Поэтому этот вопрос больше не имеет какой-либо правовой основы. Заместитель директора фонда изучения армянской архитектуры Рафи Кортушан в эфире программы Review на 168TV сказал следующее. Политика Баку по уничтожению армянских памятников не нова, она повсюду, куда не ступит армия Баку. Отметив, что с 1994 года мы были свидетелями всего этого и в Северном Арцахе, и в Нахидживане, и после 44-дневной войны в Гатруте, Карвачаре и на всех территориях, которые перешли под контроль Баку. По словам Рафи Кортушана, армянская сторона на данный момент должна использовать все возможные средства для замедления осуществляемого Баку процесса уничтожения армянской культуры в Арцахе. Для этого существует несколько путей. Если нет военного пути, должны быть задействованы дипломатические и судебные. Привел пример Исламской республики Иран, в случае которой дипломатическим путем удалось сохранить многочисленные памятники, то есть эти памятники сохраняются, поскольку Армения имеет дипломатические отношения с Ираном. Если дипломатического пути нет, остается только начать международные судебные процессы, для которых у армянской стороны имеются 45-летние изученные факты. Рафи Кортушан также отметил, что достаточных фактов для обращения в суд, полученных как из Арцаха, так и диаспоры. Специалист по памятникам Самвел Карапетян начал работу в Арцахе с 1978 года. Самвел Карапетян как-то сказал, «Если ты не борешься за свою территорию под солнцем, то ты просто тащи за собой свое существование». На вопрос журналиста Рафи Кортушан ответил, «Мы не имеем права тащить за собой свое существование. В таком случае это будет означать, что нас не существует. Поражения должны быть временными, и мы должны действовать. Только так можно изменить ситуацию». И в завершении новостей послушаем одну из лучших песен Роберта Амирханяна «Еразим Еркир Айрени». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok